Овные, всем привет! Меня зовут Ева Лехцер. Я рада вас приветствовать на своем канале. В данном видео буду для вас сделать расклад на февраль 2021 года. Работать сегодня буду с двумя колодами. Основная у нас будет колода от Таро Сусаре Биту, либо в переводе с японского Таро Странника. Это у нас будет основная колода, на которой мы будем просматривать. И вспомогательная, в качестве неожиданности этого периода, у нас будет Оракул Симбалон. Думаю, колоды вам известны. Ничего нового для себя, скажем так, вы здесь не подчеркнете. В любом случае, я вам выложила их здесь, чтобы те, кто интересуется, практикуют сам, вы могли посмотреть название, если необходимо вам для практики приобрести. Итак, для тех, кто впервые на моем канале, как мы с вами будем устраивать работу. Значит, мы в обязательном порядке посмотрим общие энергии месяца, а также событийный ряд, который наиболее вероятно отыграется во сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни. Плюс мы, безусловно, просмотрим с вами совет на данный месяц, как мы наиболее продуктивно провести данный период. И на Симбалоне будем тянуть неожиданность данного периода. Под видео я вам оставлю еще ссылочку на ваш годовой расклад. Кто вдруг не успел просмотреть, чтобы была возможность, скажем так, окунуться в события грядущего года, сопоставить и проверить, что у вас там будет происходить. Итак, настраивайтесь, пожалуйста, на расклад и начнем с вами работать. Общие энергии месяца, что вас ожидает в плане работы, что ожидает вас по финансам, вопросы здоровья, личная жизнь и совет от карт. Все арканы перед вами, надеюсь, хорошо видно. В любом случае, карту вам буду подносить, все увидите. Итак, начнем с общих энергий месяца. Аркан, который указывает на то, что вам нужна будет рассудительность. Нужен, в принципе, будет какой-то решительный, толковый такой вот подход. У многих, как ни странно, здесь еще может открыться вопрос тяги к эзотерике, к оккультным знаниям. Почему? Потому что то, что здесь вижу в плане хиромантии, вот этот вот треугольник, треугольник мага. То есть у некоторых из вас могут открыться и такие возможности, как дать о себе знать. Поскольку аркан, конечно, многогранен, он может указывать и, в принципе, на вопросы, связанные с документами, оформлений, переоформления. Это, в принципе, какой-то для вас важный логический процесс, который может быть связан с вопросами повышения квалификации, решения вопросов трудоустройства, получения пакета документов и лицензии. И все, что связано с какими-то разрешающими бумагами. Вот это для вас будет в большей степени значимо. Ну, давайте смотреть более детально. Но, в первую очередь, это будет касаться вопроса вашей защиты. Объясню, почему. Потому что здесь оценивать свои возможности защитить себя юридическим путем в чем-либо. Не важно, трудовой это договор, либо договор купи-продажи. Это как что-то глубоко выяснять, интересоваться, копать. Если же касается личных взаимоотношений, просматривать связку этих карт, то это, знаете, как желание оградиться от общения на этот месяц, потому что вам, в принципе, будет не до этого. У вас будут другие цели и задачи на повестке дня. Кстати, поскольку мы здесь видим, так вот, кость у нас привязана к ростку. Да, вот как новые паростки, новые возможности. Это как восстановление организма, обновление организма. Но смотрите, еще здесь какой момент. В связке этих двух арканов будьте бдительны, чтобы в феврале вы не создали себе лишних проблем. То есть, я не призываю вас сидеть дома и не активничать, но если вы особенно любите активные виды спорта, поберегите себя, чтобы здесь не было никаких ни трещин, ни вывихов, либо, не дай бог, переломов. Что же касаемо работы. А вот здесь по девятке кубков удовольствия, радость. Вот знаете, как цветы цветут в вашей душе, бабочки в животе. Это получение удовольствия от того, чем вы занимаетесь, что вы делаете и, в принципе, от вашей реализации. Если вы на текущий момент в статусе неработающего пенсионера, то найти какое-то себе хобби по душе, которое в первую очередь, знаете, будет давать вам новую мотивацию, силы жить, творить, любить, очень вас будет воодушевлять. Если вы в статусе соискателя, то это найти такую работу, которую вы очень долгий период искали. Если вы в статусе наемного сотрудника, то это атмосфера легкости, радости, шикарная атмосфера в коллективе, с руководством и работа налегке. Вот даже если вы свою работу ненавидели, то в феврале месяце, вот по девятке кубков, это получать удовольствие от процесса, которым вы занимаетесь. Если у вас свой собственный бизнес, то это процветание, это вопросы роста, это вопросы укрепления ваших позиций на рынке. Поэтому здесь арканы замечательные. Относительно финансовой стороны вопроса, а здесь по королю мечей, это очень много трат. Траты у вас в первую очередь могут быть связаны с мужчиной мечевым. Не важно, это может быть отец, брат, супруг, кто угодно, но может потребовать вашей финансовой поддержки, вашей помощи. Это раз. Второй момент, это траты, которые связаны. Первое, юрист, нотариус, адвокат, все какие-то расходы связаны с этими моментами. И второе, это на вопросы обследования, то есть как траты на врача, на диагностику. На деньги у вас здесь будет, поэтому переживать относительно этого вопроса вам не стоит. Вопрос здоровья. Здоровье шикарное, здоровье замечательное. В феврале месяце на самом деле вас будут радовать, потому что патройки кубков, как вы видите, это и стабильное психоэмоциональное состояние, и физическое, и здесь нет никаких простудных либо вирусных заболеваний. Все для вас легко, комфортно и, знаете, более чем благополучно. Относительно вопросов личной жизни, у вас здесь все традиционно, потому что жрец это в первую очередь акцент на традицию. Но этому, в принципе, и благоволит год металлического быка. Почему? Потому что это тот аркан, который указывает, что все должно быть в рамках традиций, в рамках общепринятых правил. И если вы семейный человек, то здесь укрепление ваших взаимоотношений. Если вы сожительствовали, то здесь акцент на том, чтобы укрепить свои связи. У кого-то может быть желание расписаться, создать семью, а у кого-то обвинчаться. Если вы на текущий момент свободны. Давайте для вас уточним эту ситуацию. Как для вас она отыграется. Для вас, знаете, переживания, слезы. Это проработка с психологом, может быть, духовным наставником, это может быть и священнослужитель. Ваших внутренних блоков, ваших переживаний. У кого-то даже могут здесь идти моменты чистки, потому что по связке этих арканов, это как выплакать все то, что вас нагнетало. Потому что по рыцарю мечей, видите, здесь хоть карты у нас идут, и карты двора, но даже если в вашем окружении будут лица, которые будут пытаться с вами выстраивать отношения, отношения какие-то бесплодные. Объясню почему. Потому что даже дно колоды, посмотрите, смерть. Ну то есть все замерло. Вот для тех, кто свободен, на текущий момент в рамках февраля ситуация не поменяется. Для тех же, у кого любовные треугольники, а вот здесь желание будет отсечь, уйти. Объясню почему. Потому что либо вам уже будет тягостно находиться в этой ситуации неопределенности, вам захочется стабильности, вам захочется традиционных отношений, нового стабильного взгляда на жизнь и на ситуацию. И вы будете понимать, что ваш любовник либо любовница вам не сможет этого дать. И вот этого просто устанете. И вот акцент на традицию. Более такое, вы будете делать рискованный шаг, или ты со мной, или ты без меня. То есть такая вот ситуация выбора. И относительно совета у вас здесь. Следуй за мечтой. Старший Аркан Звезда. Добиваться своих целей. Ставить себе высокую планку в плане реализации идеи, мечты. Но того, к чему вы давно стремились. Либо стремиться к вашим идеалам. Плюс по звезде. Особенно если это касается вашего бизнеса. Новых возможностей. Будьте открыты. Больше общения. Больше общества. Будьте медийным. Выходите в люди. Потому что Аркан, который указывает на ситуацию. Если вы хотите популярности, в феврале она у вас будет. Дайте себе толчок к новым возможностям, к реализации целей, новых планов и идей. Если мы с вами будем оценивать ситуацию в целом. Смотрите, наиболее знаковые сферы. У вас личная жизнь. Совет от карт. Ну и для тех, кто свободен. Да, вот на сдоб. Луна. Ну это проработка, как я вам сказала. Либо внутренних комплексов страхов. Либо вопросы чистки. Ну и давайте будем смотреть относительно неожиданности данного периода. Что же вам сулят карты. Посмотрим, какова здесь будет у вас ситуация. Ну что мне вам сказать. Вам здесь падает Аркан Мастер. Мастер это всегда изучение глубокой структуры. Почему? Потому что здесь это вот он перекликается несколько с Арканом Отшельника. Здесь идет акцент в первую очередь на то, что вам нужно посвятить время себе. Может быть даже если вы в паре, побыть в одиночестве, полюбить это состояние. Для чего? Для того, чтобы и осознать скоротечность жизни, и пройти какие-то внутренние препятствия. Потому что когда вы их проходите, вы начинаете личностно расти. Самый главный акцент по этой карте научиться оценить свое время, грамотно его распределять, концентрироваться на важном, отбрасывать и все остальное. И здесь это, знаете, опять же акцент на консерватизм, на обретение мудрости. Потому что здесь опора на ваш жизненный опыт, на те законы, постулаты и принципы, которые приходили из поколения в поколение. У вас в рамках февраля может быть и такое желание уйти в аскезу, быть несколько ограниченными, отказаться от каких-то жизненных благ, ради вечных ценностей. Это некий такой вот уход в себя, который вам позволит не только, а знаете, как отгородиться от внешнего мира, а как повзрослеть, найти мудрость жизни. Это в принципе, знаете, принять ответственность за свои действия. Это взросление. Процесс, конечно, очень медленный, с задержками, с отсрочками. Но это, знаете, как не пытайтесь успеть. Нужно время для осознания, для личностного роста. В чём-то вас будет трудно раскачать либо расшевелить, потому что вот эта карта мастера, она ещё указывает, знаете, на такой некий период спячки, из которого будете выходить. Но эта карта всегда говорит о самодостаточности. Это в принципе, знаете, как философствование. Это в чём-то чёрствость, холодность, отстранённость от третьих лиц. Почему? Это вопросы самокопания, проработки внутренних блоков, поиска смысла жизни и в принципе, знаете, как найти. Почему? Потому что здесь вам вот свыше пойдёт информация. Поэтому в плане совета необходимо сосредоточиться на главном, не отвлекаться на повседневные мелочи, подняться над суетой жизни и научиться ценить время. Для вас это будет самое главное. Почему? Потому что вот эта вот корона, которая открывает портал между вами и символом высшего сознания, это, знаете, наконец-то вот найти ту нишу, либо тот смысл, который вы искали длительный период времени. Ну что ж, значит, так тому и быть. Вот такой у вас выходит увлекательный месяц. В любом случае, я вам буду благодарна за комментарии, за обратную связь, как у вас отыграется месяц, либо не отыграется. В принципе, ваше мнение по поводу колоды, инструменты, с которыми я работаю. Поэтому жду ваших комментариев, жду ваших пожеланий. Всё это высказывайте, пожалуйста, здесь под видео. Я же с вами не прощаюсь. Кому интересны индивидуальные консультации, либо обучение, то ссылки на мои контакты вы сможете найти под этим видео. оставляйте свои текстовые либо голосовые сообщения на вайбер или ватсап. Мой админ Анастасия с удовольствием ответит на все ваши вопросы. Я же с вами не прощаюсь. До новых встреч!